Звуки, сирены, оповещения и мобилизация. В этот день город особенно активен. В стране стартовала всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Самару проверили на готовность к чрезвычайным ситуациям. Тренировочный день начался с утверждения специального сценария, так называемого плана гражданской обороны. Для его обсуждения в мэрии собрался весь руководящий состав гражданской обороны. Представители профильных департаментов, заместители главы Самары и главы внутригородских районов. Совещание прошло под председательством Елены Лапушкиной. Одна из главных целей таких ежегодных встреч – закрепление обязанностей между органами управления, которые они будут выполнять в случае реальной угрозы. В рамках проводимой тренировки сегодня в 6 часов получены сигналы распоряжения от МЧС России на начало тренировки о введении в действие плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации. По сценарию именно вооруженный конфликт – главная причина природных и техногенных катастроф. Важно использовать все доступные ресурсы, чтобы не только прекратить столкновения, но и защитить население города от отравления дымом, вредными выбросами и другими опасными веществами. Как правильно использовать противогаз обучают специалистов поисково-спасательной службы, а те, в свою очередь, доносят базовые знания до населения. Специалистов готовят на курсах гражданской обороны, которые также проходят во всероссийский тренировочный день. За лямберами ушами, подбородок, за лямберами, внизу вверх, происходит одевание противогаза. Основной задачей курсов ГО города является подготовка специалистов в области РСЧС, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по определенным учебным категориям. В настоящий момент курсы ведут свою учебную деятельность на основании учебной программы курсового обучения. Кроме того, в рамках отработки практических действий провели специальную обработку городской техники, развернули пункты выточи средств индивидуальной защиты, питания и вещевого снабжения, а также проверили готовность городского спасательного пункта к работе в условиях реальной катастрофы.